Привет! Сегодня я хочу поделиться с вами очередными своими закупочками. В этот раз я делала закупки в Сима Лэнди и у Оксаны Гордеевой. Ну и начну с закупки у Оксаны Гордеевой, поскольку она мне пришла чуть ранее. В этот раз я решила заказать на пробу глину, которая называется Крафт энд Клей. Ни разу её не использовала. И в общем вот заказала на пробу 10 цветов различных. Вот так вот. Это вот такие яркие флюоресцентные цвета. Вот такого вот прям сумасшедшего, ядовитого цвета. Очень мне интересно было их попробовать. Дальше вот такой зелёный цвет, тёмно-зелёный. Мне он нравится, для цветочков используется. Ну и фиолетовый, обожаю фиолетовый цвет. Он немножко здесь разный. То есть есть вот такие две пачки и вот такая. Они чуть-чуть отличаются. Это даже не фиолетовый. Вот это ультрамарин, а вот это фиолетовый. Но если честно, совсем чуть-чуть кажется, что отличается. Вот сейчас я присмотрелась, увидела, что он такой глубокий синий. Ультрамарин. И фиолетовый. Дальше я заказала красного. Алый даже. Вот алый цвет. Вот такого вот. Ну, для, естественно, цветов. Я думаю, что здорово подойдёт. На ощупь все пачки, вот я их потрогала, они не сыплются, не крошатся, а хорошо так проминаются. То есть глина не сухая. И просмотрела, кстати, все даты выпуска. Вот здесь, допустим, первое, вернее, январь 2015 года. Январь 2015 года. Вообще все пачки глины вполне даже свежие. Вот есть 9-й, 14-й год. Либо за осень, либо вот уже в этом году. Где-то даже за март, по-моему, месяц этого года видела пачку. Вот это тоже январь идёт. Вот, мартовская глина. Вот она аж прям мягкая такая, вот через пачку прям чувствуется. В общем, я думаю, что проблем никаких не будет. Посмотрим, конечно, как сильно оно красит руки. И какое оно будет после запекания. Потому что данную глину я ещё пока не использовала. Эту глину я купила у Оксаны. У неё в группе она стоит 70 рублей всего. И она чуть меньше пачек, допустим, того же Фима или Прэма. То есть здесь 52 грамма. Всего на 4 грамма меньше. Ну и цена 70 рублей, как бы, на данный момент вполне даже меня устроила. И взяла ещё вот такую одну пачку полупрозрачной. Тоже хочу попробовать с ней поработать. Обычно предпочитаю прозрачную пластику Прэмовскую. То есть вот 10 пачек я взяла на пробу. Глины Клей Энд Крафт. Также я взяла много у неё фурнитуры. В этот раз это ободки. Хочу попробовать сделать. Раньше не делала, поэтому вот взяла. Интересно мне попробовать. Швензы. Такие швензы я уже тоже приобретала. Мне они понравились. И поэтому я решила у неё взять ещё. Вот такие вот они как бы длинные. Дайте я одну возьму. Вот такие вот длинные. И вот такая вот интересная. Серебряного естественного цвета. Я люблю вообще фурнитуру под серебро. Чаще использую. Поэтому, естественно, я взяла фурнитуру серебряного цвета. Следующее это вот такие зажимы для концевиков. Для концов вернее. Здесь можно зажимать ленты, можно зажимать шнуры. Вот такие они как маленькие чемоданчики на вид. В общем, хотела попробовать тоже такие штуки. Естественно, серебряного цвета. Взяла две большие заколки. Хочу попробовать сделать заколку. Сама, если честно, заколки не ношу. Но вот просто интересно мне их попробовать. Вот даже, смотрите, я не очень пока в курсе, как они расстёгиваются. Вот, значит, тут нажимаем и она отстёгивается. Вот такая вот простенькая заколочка. Хочу тоже сделать её с цветочками. Посмотрим. Может быть не с цветочками, может быть с ягодками. Потому что сейчас такая тема. Точно такие же заколочки, только меньшего размера. Тоже вот нажимаем и она открывается. И закрываем. Чуть меньшего размера. Ну, в общем, хочу всё это попробовать. Дальше я взяла швензы. Многим очень понравились вот эти именно швензы. Они вот такие вот жёсткие. И вот у них небольшая такая площадочка, где-то сантиметр величиной. И цвет под серебро. Вообще классные швензы. Я брала такие же, только под цвет античной меди. В этот раз взяла много таких швенз. Колечки, естественно. Колечки диаметром где-то 6 миллиметров. Но их никогда не бывает много. Я их трачу в огромном количестве. Поэтому, естественно, взяла, я не помню сколько. Наверное, 500 штук тут. Ну, это у меня всё равно быстро всё уйдёт. Дальше это замочки-карабинчики. Обычные карабинчики я люблю использовать для колье, для браслетов. Естественно, взяла опять в большом количестве. Здесь где-то, по-моему, 50 штук. Потому что уходят они у меня довольно быстро. Взяла под серебро гвоздики. Вот гвоздики. Эти гвоздики без заглушек. Заглушки я в этот раз всё-таки предпочитаю больше силиконовые использовать. Почему-то мне больше силиконовые нравятся, чем железные. Железные они какие-то не очень надёжные, по моему мнению. В общем, вот ещё пакетик. Тоненькая цепочка, которую, как я вам уже не раз показывала, используется у меня для замены колечек в таких элементах, как листики. Сама по себе она тоненькая, поэтому я как бы не решаюсь её использовать самостоятельно для украшений. А вот для листиков, я думаю, вообще замечательно подходит. Тем более у меня в украшениях огромное количество элементов. 3,5 метра здесь вот цепочки, наверное. В общем, не помню, сколько здесь я у меня брала. Забрала всё, что есть, в общем, всю цепь у меня забрала. Ну, естественно, ещё будет в пополнении, она говорит. И взяла вот такие красивые, интересные швензы. Давайте я достану, а то я боюсь, что отсвечивать немножко пакетик, потому что очень красивые швензы, надо их показать. Вот такие вот интересные, бронзового цвета. В общем, вот такая вот площадочка у них интересная. И здесь вот такие вот штучки, которые тоже можно либо забить глиной, либо стразиками. В общем, посмотрим. Взяла на пробу вот одну пару. Хотела попробовать, посмотреть, что это такое. Ещё у неё очень много интересной тоже фурнитуры. Ну, я как консерватор заказываю в основном такое всё. Ну, не то, чтобы простое, а скорее то, что идёт в большей степени вход. Ну, и спасибо Оксане, конечно, за подарок. Она всегда вкладывает подарок. В этот раз это 50 штук основок для серёжек-гвоздиков. Спасибо большое, Оксана. Очень полезная вещь. Так что, вот такая вот закупочка от Оксаны. Это глина и огромное количество фурнитуры. В общем, буду использовать. И на этом с данной закупкой всё. Следующая закупка, как я вам сказала, это Сима Лэнд. Мне повезло. Я сама съездила в Сима Лэнд, который находится в Екатеринбурге. Увидела этот магазин, так скажем, изнутри. И первое, что я взяла в Сима Лэнди, это вот такая бумага красивого, зелёного цвета с пёрышками. Я буду её использовать для фонов, для того, чтобы красиво фотографировать свои изделия или какие-то этапы работы. Ну, и снимать мастер-классы тоже. Думаю, что довольно приятный такой фон, не отвлекающий. Также я взяла небольшое количество глины. Ну, как же, раз появилась в Сима Лэнди глина, я, естественно, не могу пройти мимо. Это глина-артефакт. Там она представлена как в наборах, так и отдельно кусочками. Тоже все кусочки я просмотрела. Кусочки либо за осень, либо вот даже есть, смотрите, 3 марта 2015. Вот нисколько не вру, показываю. То есть, март 2015. Вот, то есть, глина вообще свежачьё, можно так сказать. Вот январская глина. Вот декабрьская глина. То есть, в принципе, срок годности. Вот самый, по-моему, у меня кусочек такой попался, более жёсткий артефакта. Второе, 2014 год. То есть, февраль 2014 года, да, больше года. Но вот, судя по всему, хранили вроде бы её правильно, потому что я вот её мну, она не трескается. Поэтому посмотрим. Ну, просто очень понравился вот такой тёмно-вишнёвый цвет. Розовый такой вот, также флоресцентный. И флоресцентный лимонный цвет. Вот такой вот прям аж яркий-яркий. Прям посмотрите, он ещё более яркий, чем Клэнд Крафт. И артефакт зелёный, естественно, для листиков. И классический ультрамалиновый. Вот пять пачек я взяла разных цветов. Помимо этого, я взяла опять наборчик. Я такой набор уже заказывала в магазине Мак. В этот раз я решила его прямо взять в Симолэнди сама, раз увидела. То есть тут тоже вот такие вот флоресцентные цвета. Неоновые такие вот. Очень красивые, яркие. Мне в прошлый раз очень понравился этот набор. И я в этот раз решила ещё раз взять такой же наборчик. То есть вот Грин Артефакт. Здесь 180 грамм. И, по-моему, оптом цена где-то 112, что ли, рублей. А в розницу 145, что ли, в общем. В принципе, не очень дорого, я считаю. Вполне даже приемлемо. И взяла белую пластику. Вот, посмотрите, огромный такой. 245 грамм. Тоже, кстати, по-моему, 240 рублей всего. 245 грамм. Я считаю, что вполне даже приемлемая цена. Тоже мягкая. Она тоже свежая. Декабрь 2014. Вот, посмотрите, написано. Нисколько не вру, что она действительно свежая. И действительно мягкая. То есть вот такую вот белую глину. Это всё сама я взяла. И взяла ещё вот такие вот блёсточки. Глиттер. Два этих флакончика. Они довольно большие. Мне обошлись 94 рубля. По розничной цене. И, в общем, вот такая вот интересная, красивая пудра. Ещё даже не открывала сама. Сейчас вот открываю при вас. Вот, посмотрите. Она такая вот... Класс. В общем, я хотела попробовать, поэкспериментировать. И взяла вот именно такой розовый и вот такой космический синий цвет. Ой-ой-ой. Блёзки-то полетели. Ладно, волшебства всем. Полетело всё. В общем, вот такие красивые блёсточки. Для декора они. Я хочу попробовать использовать их для глины. Немножко стол запачкала. Помимо этого, из Сима Лэнда же. Мне буквально сегодня я забрала посылочку свою, которая пришла. Вот уже в четверг. Я участвую в совместных закупках. И заказала тоже из Сима Лэнда ещё две пачки вот такого зелёного цвета. По-моему, зелёный. Изумрудный с блёсками. И классический изумрудный. Вот, что получилось у меня. Классический изумрудный и изумрудный с блёсками. И классический пурпурный. Тоже эта же глина есть в Сима Лэнде. Просто так получилось, что я её заказала чуть ранее до своей поездки. Поэтому вот показываю вам её сейчас. И ещё одна пачка белой пластики. Точно такая же, как и вот эта. То есть, теперь у неё очень много белой пластики. Аж два брикета. Ну, если честно, заказывать в совместных закупках, конечно, выгоднее в том плане, что идёт по оптовой цене товар. Но обычно в совместных закупках организаторы берут небольшой процент себе. И если учесть этот процент, то выходит примерно та же самая цена, что и в розницу. Поэтому, в принципе, можно было точно так же съездить и купить самим. Либо вот участвовать в закупках. Это очень удобно в том плане, что закупку приносят практически на дом. То есть, у нас закупка организуется в нашем городе. Соответственно, привозят нам в город. Мне остаётся только прийти пешочком и забрать её. В общем, всё очень вот так вот скромненько. Ах, да, и забыла ещё вот показать. У Оксаны я тоже приобрела вот такие вот пакетики полиэтиленовые. Ну, маленькие вот такие вот с зажимчиками. Очень удобно в них хранить как кусочки открытой глины, так и небольшие какие-то украшения. Или бусинки. В общем, поэтому я взяла тоже большое количество мешочков. Тут их, по-моему, по 100 штук в каждой пачке. И, естественно, тоже буду активно использовать. Вот это были все мои закупки. На этот раз я запаслась основательно так глиной. Глина, я хочу сказать, это российских производителей. Что артефакт, что клеент крафт. Соответственно, я сейчас тоже экспериментирую с разной глиной. И поэтому думаю, что она будет не хуже, чем пластика клеент крафта. Будет не хуже, чем пластика артефакт, которую я сейчас активно также стала использовать в своих изделиях. Также у меня есть видео на прочность. Если кто-то сомневается в нашей российской пластике, вы можете посмотреть это видео и уже решить для себя, стоит ли её покупать или стоит ли оставаться и закупаться безумно сейчас дорогой Прэма и Фима. Хотя, если честно, я люблю очень глину Прэма. И если бы цена не была такая кусачая, я бы, может быть, лепила даже только из неё. Но интересно попробовать новые цвета. Тем более, как вы видите, палитры довольно интересные. Поэтому думаю, что из этой глины получится изделие не хуже. Всем большое спасибо за просмотр. Всего всем доброго и пока! Субтитры сделал DimaTorzok